МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». Открывает её рубрика «Епархиальные вести», которая расскажет об основных новостях Липецкой епархии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 сентября православный мир отметил воздвижение Честного Животворящего Креста Господня. Архиерейское богослужение было совершено в Свято-Тихоновском Преображенском монастыре. Этот двунадесятый праздник напоминает о том, как в 326 году равнопостная царица Елена нашла великую святыню, крест, на котором был распят Христос. Орудие позора стало для верующих символом победы над смертью. Крест – это спасение души, спасение всех православных, спасение всего мира. Господь пострадал на нем, поэтому для нас это очень важно, для всех на земле живущих. Для православного человека крест – это прежде всего жизнь, жизнь в Духе, жизнь в Господе, и радость, приобретенная вечности, так скажем. Вот для меня крест – это все, это все в жизни. Без креста невозможно спасение, просто невозможно. И мы всем детям наказываем и говорим всем, что прежде всего надо верить в Господа и в Его жертву спасительную, которую Он принес за нас, за наши грехи. Крест назван животворящим и в связи с обстоятельствами Его обретения, когда возложено на Него покойный ожил, а также с тем, что через крест произошло воскресение Христова, давшее людям надежду на спасение и вечную жизнь. В праздник воздвижения на утренней и после литургии происходит поклонение этой святыне. Крест также связан со смирением. Со смирением Христос пошел на распятие. Эту добродетель ждет Он и от человека, несущего свой жизненный крест. Что такое крест? Сумма всех тех событий, которые происходят в нашей жизни, в нашем мире и составляет вот этот крест Крестов. Но если мы живем с Господом, то этот крест нам в помощь. А если мы живем ради своего удовольствия, то крест нам будет в погибель. В память страданий Господних в праздник установлен строгий пост. Праздник возвращает верующих в день распятия Христа и напоминает о том, что крест Господень – непобедимое оружие и дверь в будущую жизнь. 1 октября в сквере пожилого человека города Грязи прошел праздник, приуроченный к Международному дню пожилых людей. Его открыл благодарственный молебен, который совершил благочины Грязинского церковного округа протерея Алексея Богодеев в сослужении духовенства епархии. После общей молитвы отец Алексея поздравил пришедших на праздник пожилых людей. Я хотел бы поздравить всех жителей сегодня Липецкой области, всех пожилых людей с праздником, чтобы Господь дал им свою милость и помощь преодолеть эти годы, когда приходят немощи, болезни. Пусть они уменьшатся, насколько это возможно. А мы будем молиться Господу, чтобы Господь не спасал это благословение. Также совместно с церковью мы открываем источники по микрорайонам, в селах. То есть для наших пожилых людей. И обязательно, естественно, невозможно открыть никакой без церкви этот источник. Поэтому просто я настолько благодарна, что в нашем районе проводится очень много всевозможных мероприятий. И все эти мероприятия в тесном контакте с нашей церковью. Организаторы праздника, отдела социальной защиты населения, создали в сквере площадку, где каждый мог получить консультацию врача, несколько палаток с бесплатными угощениями. А на площадке заваленка у Липи пожилые люди вспоминали молодость, танцуя и играя на гармошке. 4 октября празднуется обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Спустя 42 года после погребения святого, его мощи были обретены непленными. По молитвам, совершаемым у мощей святителя, происходили многочисленные исцеления. 4 октября вспоминается память сочиномучника Василия Крымкина. Его имя входит в собор липецких святых. Он родился в селе Протасево, которое в настоящее время относится к Чеплыгинскому району Липецкой области. В возрасте 8 лет будущий святой поступил в Троицкий монастырь недалеко от Лебедяни, где почти 20 лет пребывал в качестве послушника. Представление преподобного Сергия Гумена Радонежского Всероссии Чудотворца празднуется в среду 8 октября. Он основал Троицу Сергию Лавру, известную сегодня всему миру. Печальных земли русской часто уговаривал враждующих между собой князей примириться и подчиниться великому князю Московскому, что способствовало укреплению Руси. В этом году отмечается 700 лет с дня рождения святого. 9 октября в четверг прославляется представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Его перу принадлежат 4 Евангелие, книга, откровения и три послания, составляющих Новый Завет. Долгое время этот любимый ученик Христа оставался единственным живым свидетелем земной жизни Спасителя. В этот день также чтится память святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. В оздорове в Пересвятительскую кафедру в 1917 году он активно боролся за единство Православной Церкви, ослабленной обновленческим расколом. Святитель резко осуждал расстрел семьи последнего русского императора, а также революционеров, предав их анафеме. В этом году исполняется 150 лет со дня окончания строительства Успенского храма села Богородицкое. О прошлом и настоящем этой церкви вы узнаете из рубрики «Благовестники». В годы безбожной советской власти тысячи храмов и монастырей подверглись осквернениям и разрушениям. Не стало исключением и храм Успения Пресвятой Богородицы села Богородицкое Добровского района. Он был построен в 1860 году на средства прихожан и закрыт осенью 1938 года. Подбили столовые деревянные. Что-то стучать, а я пойду погляжу, что у меня там в колокольне. Стало быть деревянные. Подбили, потом подожгли, и я стояла, жду, когда она упадет. И как она гриманула, я тут рядом вот с углом, на энтербок. Все кирпичи даже с угодой долетали. Ой, страшно было. К началу 21-го столетия Успенская церковь представляла из себя жалкое зрелище. Здание без крыши, окон и дверей, с рухнувшим сводом и полуразрушенными стенами в трапезной. Одна шибенка осталась. Ну, эту шибенку потом увозили на конный двор, это ушли. А тут была в подростках работала. И выстирали конюшни этой шибенкой. Вот и с этих пор. А тут поташили кто-чего. И этой вот двери заложили, ей не было. Таскальцу дытернули. Но пришло время собирать камни. И первыми, кто взялся за восстановление храма, были местные жители. Наталья Бахаева организовала сбор денег. Жители ежедневно читали Акафисту с пенью Пресвятой Богородицы. Совместными усилиями и молитвами находились благотворители, которые помогали прихожанам восстанавливать церковь. На Троице они все приехали на машинах, на четырех машинах, с Воронежа, и с Доброго, и наш председатель совета. Все приехали ко мне и говорят, поедем в храм. Ну и приехали, посмотрели все и сказали, ну если вы возьмете это все делать, я буду помогать и Николаю Ивановичу, и Алексею Ивановичу. И в то время они мне дали деньжонок, я свалила кирпич на эти, на прикладение. Вот. И с этого, с этого время у нас пошло. Последним настоятелем Успенского храма был священник Владимир Розанов. Похоронив за алтарем супругу и детей, сам отец Владимир считал себя недостойным быть погребенным здесь. Поэтому его могила находится на приходском кладбище. В сентябре 2004 года настоятелем прихода Успенского храма был назначен Ирей Андрей Сердюков. Состояние было его такое, что можно было служить. Я вошел в храм, были первые двери, которые с северной, с южной стороны, там были одни деревянные двери. Вот здесь был пол, царских врат не было. Поэтому, а облачение у меня было только одно красное. Поэтому у меня тут всегда поначалу была Пасха. Общими стараниями засияли купола церкви. Для росписи были наняты лучшие мастера, которым удалось отреставрировать фреску на западной стене, схожую с картиной Поленова «Христос и грешница». Со слов местных жителей, святой благоверный князь Александр Невский явился во сне одному из благотворителей и укрепил его в деле восстановления храма. 24 марта 2007 года на праздник похвалы Пресвятой Богородицы состоялось долгожданное событие – освящение главного престола. С этого момента богослужения стали совершаться в храме регулярно. Двое, двое, твое, приносящее во всех и за всем. Во время ремонтных работ в храме произошло чудо. Замироточились сразу две иконы Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, вынутые из старого иконостаса. На данный момент церковь наполняется своими прежними иконами, которые во время гонений местные жители спрятали по домам, не допустив поруганий. Также была пожертвована икона Пресвятой Богородицы Скоропослушница, привезенная Сафона, и мощевик с частицей мощей святителя Дмитрия Солунского. В нашем храме есть икона с частицей мощей святого великомученика Дмитрия Солунского. Частичку мощей пожертвовал и отец Митрофан, архимандрит, который служит в Самартыне. Уже когда у нас появилась эта святыня, то для нее мы написали икону, заказали икону, заказали такой красивый киот. Теперь прихожане берегут как святыню, восстановленную общими усилиями церковь. Сюда они спешат после домашних хлопот, чтобы воздать хвалу Богу и Пресвятой Богородице, и помолиться обо всех, кто приложил усилия для ее восстановления. В этом году Успенский храм отмечает свой юбилей – 150 лет со дня окончания строительства. Красивый, уютный, теперь он возвышается на горнем месте села Богородицкое, напоминая людям о том, что Господь не бывает поругаем. В рубрике «Тебе поем» вы увидите литературный клип «Осень» на стихи липецкого автора и исполнителя Владимира Смольянинова. Субтитры создавал DimaTorzok Полны грибов корзины, мы сели на бревно. И осени картины пред нами, как в кино. Тепло, как летом, сухо, кружится желтый лист, И ворон эхом глухо все о своем ворчит. Защелкал где-то дятел, синицы слышен писк, Запахло пряной мяты, смеется солнце диск. Люблю свой дом гостеприимный, на соколе, в тени ветвей, Где по лесам цветет так длинно, из роз, пиона, орхидей. Я здесь родился, рос на воле, и другом верный был мой дом. Играл в футбол, учился в школе, девчонку полюбил потом. Здесь город и черты деревьев, и пахнет луговой травой. Здесь соловьи поют напевно, кукушка счет ведет с тобой. Река несет здесь воды плавно, жируют в камышах лещи. И, кажется, совсем недавно, здесь годы детские прошли. Осень листья опять закружила, Облака луни тырванные вдаль. Город спрятался мой сиротливо За дождливую дымку валь. Ветер в парке срывает одежды, Не жалея деревьев наряд. И уходят, тускнеют надежды. Все бледнее размытый закат. Журавли нам кричат до свидания, Покидая родные края, И трагичную ноту прощания Внес пронзительный край воронья. В доме тоже у нас неуютно, Стынут руки и зябнет душа, Вяло мысли текут, чувства смутны. Говорим мы с тобой не спеша. Говорим мы с тобой не спеша. Как внезапно пришла эта осень, Как она нас застегла врасплох. Где же небо высокого проси, Лето бабило яркий спонт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нашу передачу хотелось бы закончить словами преподобного Варсонофия Оптинского. Всегда надейтесь только на Бога, Но никак не на человека. Тогда всякое зло будет отпадать от вас, Как отрубленная ветка. Мы прощаемся с вами на неделю. Ангела вам, Хранителя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ